Здравствуйте, товарищи! Не так давно я поучаствовал в одном интересном событии, кланваре в Enlisted. И сейчас я расскажу, как в этой игре собираются кланы, чем они занимаются, какие правила на кланварах и какой был результат моего участия в этом событии. Приступим. Начнем с того, что кланы во многих играх являются основой социального взаимодействия игроков, а у нас они отсутствуют практически полностью. Никакого кланового функционала в Enlisted нет. Даже в Тундре есть хоть какие-то аналоги видеополков, но не у нас. Но игроки все равно самоорганизуются и проводят кланвары между друг другом, иногда тренировочные матчи. Все это с целью обратить внимание разработчиков к этой проблеме, чтобы наконец-то добавился клановый функционал. Существует даже отдельный сервер, кланхаб, для связи между кланами, на котором также присутствуют некоторые комьюнити менеджеры и хелперы, например, Мажор Макдональд. Ну и поговорим про те кланы, которые там есть. Их там много, но мы остановимся только на самых активных. ТНТ. Чисто поиски клан. Ева. Наши западные партнеры из США. Ю45Н. Интернациональный клан, но в первую очередь он из Европы, имеющий даже несколько составов. Кланвары обычно происходят так. Сначала главы кланов между собой договорятся о том, когда будет кланвар, на каких картах, какие вообще правила будут, сколько матчей и тому подобное. Самые стандартные правила, которые применяются почти везде, это без ограничений по боевому рейтингу, смешанные команды, то есть каждый игрок может взять любую фракцию, никаких наствольных гранатометов, никаких огнеметов, включая ампуломет, огнеметный танк и молотовы, никаких противопехотных мин, за раз берется только один танк, один самолет и основной режим захват. Но бывают исключения. Бывают кланвары и на втором боевом рейтинге, и с разрешенными этими вещами. И вообще все по-разному. Вопрос только в том, как договорятся конкретно главы кланов. И недавно меня позвали в наш российский клан РГД, потому что у них намечался кланвар с Ю45. И чтобы вы понимали, Ю45 один из самых сильнейших кланов в принципе. До этого он выиграл кланвары против всех в одни ворота. Он не проиграл ни то, что ни один кланвар, ни одну карту внутри матча. Но правила несколько изменены были от стандартных. БТР с пушкой был забанен. Полностью была забанена техника, как танки, так и самолеты. Также забанили партизан. Просто на всякий случай. На тот момент это был новый класс. И не очень понятно, как он повлиял бы на кланвар. Так что решили от него пока отказаться. Думаю, в будущем так больше не будет. И матчи были реально сложные. На кланваре никогда у вас не получится в соло вынести направление или что-то такого рода. Потому что там все играют. 10 человек со связью. Все нормальные стрелки. Все с метовыми сборками на автовинтовках. Так что кланвар это про тактику. И общий скилл команды. Соло вы там не вывезете. Отдельно отмечу, что мы специально тренировались для этого кланвара. И поблагодарю американский клан Ева. Против которого мы сыграли один раз на тренировках. Против Ю-45 также была использована система Best of Five. Лучшая из пяти. Играется пять матчей. Нужно выиграть три. Но в случае, если какая-то команда уже набирает три победы. Понятно, что дальше играть смысла нету. И она побеждает. И мы меняли сервера каждую игру. Первая игра была на русском сервере. Следующая на ЕУ. И так по очереди. Первая карта была Лебре Захват. И на ней была тотальная мясорубка. Поскольку по факту на ней домашних точек нету. И все являются спорными. Бой был везде. Просто бесконечная мясорубка. В конце концов, за счет грамотных перекидываний усилий с одной точки на другую, мы закрыли первый матч в нашу пользу. Это было на самом деле на тоненького. В конце очков у нас почти не оставалось. Следующей карты была фирма Кольвель. И здесь несколько проще. Потому что каждая команда имеет по домашней точке. Наша домашняя точка С. Вражеская А. И Б как бы спорная. И здесь нас откровенно переиграли в моменте по тактике. Когда в начале матча я вместе с Кривым шли фланговать точку Б. Нас просто снесли пулеметами с базовой респы. Потому что там есть несколько пулеметов стандартных. Плюс они построили еще один. Также враги использовали пулеметы на центральном простреле. Но все же это им не очень помогло. Потому что наши группы, контролирующие С, постоянно выдавливали врагов с их домашней точки А. Оттягивая на себя ресурсы. И также не давая им закрепиться вокруг нее. Или перейти в контратаку и занять С. При этом же мы не давали им расслабиться на точке Б. Я, Кривой и еще несколько игрков постоянно врывались на Б. Ломали там респы и занимали эту точку. Итогом этого стала более уверенная победа. Разгромного счета в нашу пользу не было. Но это было явно более уверенно, чем в первом матче. Хоть и уже был ЕУ сервер. На котором по идее врагам должно быть легче. Третья карта. Альхар. Захват. И это на самом деле была тотальная мясорубка. Формально тут опять система такая. Точка А домашняя у нас. Точка С домашнего урагов. Б спорная. И по идее основной замес должен был быть за точку Б. Но практически весь матч большая часть нашей команды пыталась сдавить точку С. А перед ней огромный прострел. Дело снашивают со всех сторон. Буквально. Почти вся наша команда при попытке пронести С ложилась на этой улице. Не боя в состоянии продавить дальше. Несмотря на то, что отдельные игроки могли пробежать иногда на С, их не хватало, чтобы там закрепиться. Ну да, мы ее иногда сбрасывали. При этом же из-за недостатка игроков на Б, мы постоянно ее теряли и не могли удержать. Да, периодически происходили перезахваты в нашу пользу, но большую часть времени матча враг держал Б за собой. Но это ему не помогло. В самом конце матча, когда стало понятно, что наша стратегия не работает и мы очень сильно проиграем по очкам, вместо того, чтобы ходить дальше, убиваться на вражескую домашнюю точку С, на А осталось буквально пару человек, включая меня, чтобы ее не потерять. А вся остальная команда рванулась на Б. Все. Просто до единого. Главное было не дать врагу перехватить точку. Можно умирать, можно плохо размениваться, но главное стоять на точке и не дать ее захватить. Итогом этого стала победа буквально на последних очках. И это стало нашим триумфом. Счет 3-0 в нашу пользу. РГД против Ю-45. И это победа в сухую против клана, который до этого ни на одном кланваре не терял даже одной карты. Но я уверен, что в будущем Ю-45 попробует взять реванш. Кстати, занимательный факт, что на кланваре никто не использовал советов в принципе к рассказам про то, какие советские автовинтовки имба. Желаю всем игрокам, рассказывающим, что в советы сильная фракция, собрать свой клан и бросить вызов. Даже не нам, а Еве, например, или Ю-45 тоже. Да и мы в принципе не откажемся. Но я очень сильно сомневаюсь, что даже если такой клан соберется, что 10 игроков на советах с бронежилетами, с АВСами или АВТшками смогут что-то сделать против нормальных автовинтовок. Самой популярной автовинтовкой была Т-20. На втором месте АвтоХэй. И только на третьем ФГ-42-2. Это во многом связано с тем, что у американцев универсал керреры. Что в рамках кланвара достаточно сильно помогает. БТР-то маленький. А для клановиков, где информация есть со всех и всегда, это важно. Это не рандомный матч, где принципиальной разницы между керрером и немецким БТР-ом нет. Также, если вы хотите поучаствовать в кланваре с нашей стороны, в составе РГД, тем более мы проводим тренировки, на которых нам откровенно не хватает людей. И я передаю слово главе клана Борису. Привет всем. Я Борис, лидер клана РГД. Все желающие вступить в клан, или просто заинтересованные в кланварах, или в клановом движении, в общем, можете заходить к нам в Дискорд. Он всегда открыт. Там мы обычно проводим тренировки, как подготовки к кланварам. Критерии, которые от вас ожидаются, это микрофон. Самое главное время, суббота вечером, 2-3 часа. Желательно КД плюс 2 и процент побед 80. Думаю, это все. Возвращаю слово качанке. Спасибо Борису. И прежде чем мы закончим, предлагаю перейти по ссылочке по подсказке. Там один из членов клана сделал ролик с нарезкой моментов отчасти из наших игроков. Ну, чтобы вы понимали примерный уровень игры. Полная запись боев с кланвара будет доступна по ссылочкам в описании. Не забывайте про лайки, подписки, комментарии, а также про мои другие ресурсы, которые тоже есть по ссылочкам в описании. И телеграм-канал моих друзей, который посвящен только Enlisted. До связи, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok